Сегодня в Казахстане стартовала массовая ревакцинация. Прививочная кампания будет проходить в два этапа. По данным Минздрава, на первом этапе планируется привить почти миллион, на втором больше шести миллионов человек. О том, как проходит первый день повторной иммунизации, нам расскажет Дина Жанабекова. Она находится в одном из прививочных пунктов. Дина, кто первые в очереди за получением третьей дозы антиковидного препарата? Дина? Да, Диас. До нового года третью дозу препарата смогут получить медработники, педагоги, а также сотрудники правоохранительных органов. К ревакцинации также допустят людей старше 60 лет и также тех, кто предоставит справки об отсутствии антител. Сейчас ревакцинацию проходят сотрудники 16-й городской поликлиники. Здравствуйте. Скажите, когда вы вакцинировались первый раз и какой препарат сегодня поставили? Я вакцинировался в феврале, это 9 месяцев назад, подписался спутник В. Ну, так вот. Меня зовут Януж Григорьевич, я заведующий отделения лучевой диагностики 16-й городской поликлиники. Так, немножко себе. Спасибо. Отметим, что ревакцинацию те, кто получил векторную вакцину, должны будут пройти через 9 месяцев, а те, кто получил инактивированную вакцину, смогут пройти ревакцинацию через 6 месяцев. Более подробно нам об этой процедуре расскажет врач-иммунолог 16-й городской поликлиники. Если живые вакцины получил пациент, то он получает через 9 месяцев уже на выбор, и мы рекомендуем неживые вакцины. Мы развиваем хорошо иммунитет, да, чтобы после получения живой вакцины мы уже такую основу создаем, чтобы он хорошо сформировался неживыми вакцинами. Отметим, что те, кто не прошел ревакцинацию, у них зеленый статус ваших исчезнет ровно через год, а те, кто пройдет ревакцинацию, этот статус будет, скорее всего, продлен. Пройти эту процедуру, то есть получить третью дозу антиковидного препарата, можно в одном из прерывочных пунктов. Их всего 132 по городу. На этом у меня все. Диас. Спасибо, Дина. Дина Жанабекова рассказала о начале ревакцинации. А мы продолжаем. Ревакцинации.